Значит, уважаемые коллеги, сегодня мы проводим, в принципе, первое наше такое плановое заседание нашей комиссии. Организационное у нас прошло, мы все планы накидали. Вот теперь первый пункт, который мы с вами наметили и который мы сейчас рассмотрим, это состояние контейнерных площадок для сборки конов в сельских населенных пунктах Ульяновского городского округа. Значит, к чему мы с этой темы начали? Дело в том, что как только сейчас начнется зимний период и не дай бог пойдет снег, а как-то вот он иногда все-таки не слушается желания власти, а идет, начнутся опять разговоры у наших региональных операторов о том, что проехать невозможно, разгрузиться, загрузиться невозможно. Поэтому мы решили, вот не убегая далеко от города, вот проехать вот эти ближайшие населенные пункты. Но прежде чем мы вам продемонстрируем результаты нашей поездки, наших поездок, наших выездов, а у нас их было несколько, я хотел бы предоставить слово Сергею Викторовичу Авдоничу, который бы рассказал нам, как правильно должны быть организованы контейнерные площадки по нормативным документам, и чтобы потом мы посмотрели, а правильно ли они организованы в тех местах, где мы были. Прошу Сергея Викторовича. Полностью. От начала до конца. То есть от человека, от контейнерной площадки, от контейнеров, машины, сортировочные комплексы и места для захоронения. То есть это единая система, которая предполагалась передать в распоряжение региональным операторам. Телевизор. 31 августа 2018 года вышло постановление правительства 1039, которое называется... Об утверждении правил обустройства мест площадок, накопления твердых коммунальных отходов, введения регистра, где четко было определено, что создание контейнерных площадок будет возложено на органы местного самоправления. 31 августа это дата, когда, в принципе, еще только это постановление вышло, и наши коллеги не успели даже сориентироваться. Бюджет был принят, и, естественно, в 2019 год не было заложено ни копейки для того, чтобы эти контейнерные площадки начать создавать. Кроме того, для создания контейнерных площадок, наш коллега с проспотребнадзором, наверное, доложит более подробно, каким образом, на какого расстояния, как все они должны находиться в соответствии с санитарными правилами. А для органов местного самоправления нужно было создавать реестр. Реестр, это, в общем-то, несложен описать, где находится контейнерная площадка, кому она принадлежит и так далее. Естественно, в 2019 году этот вопрос был в подвешенном состоянии. Но любая реформа, любое строительство или создание, оно должно иметь как минимум две вещи. Первое, это, что я считал нужно было сделать, и сейчас это нужно сделать, это утвердить саму схему контейнерной площадки. Вот так вот, Иль Николаевич. Потому что контейнерная площадка, согласно Санпина номер 20, она имеет, значит, емкость, это один контейнер, два контейнера, до десяти контейнеров. Естественно, просто-напросто называть одну контейнерную площадку без количества контейнеров, Ну, понятно, что это не совсем правильно, и с точки зрения емкости этой контейнерной площадки, и, естественно, финансового вложения. Следующее, когда разрабатывалась территориальная схема, то региональные операторы, они как бы, ну, немножко даже были выведены из этой системы, хотя они уже были, как бы, предварительно выбраны, мы вот с вами на комиссии тогда были. Я так думаю, что пробел очередной как раз в том, что областная структура имеет отношение к региональному оператору, они их, ну, согласовывают, подписывают соглашение и так далее. То муниципальные органы, получается, что отношения с региональным оператором никаких нет. Ну, кроме... Сергей Викторович, давай ближе к теме. Как должна быть обустроена контейнерная площадка? Законодательную базу не мы с тобой сочиняли, не нам ее редактировать. Контейнерная площадка, в соответствии, первое, она должна быть внесена в реестр, раз. Второе, что требуется от контейнерной площадки? Первое, чтобы она соответствовала санитарно-экономическим нормам. Санпину. Санпину, да, санпин номер 20. Там четко сказано, что, какие требования. Я остановлюсь на самых основных. Первое, это расстояние от, ну, там, здания или там детского садика и так далее. То есть, вот именно не от... Ну, от объекта ограничения. От объекта ограничения, это от 20 метров до 100 метров. Плюс-минус там 25 процентов разрешается, ой, 10, по-моему, процентов разрешается, ну, туда-сюда варьировать, потому что... Ну, это, по-моему, по заявке жителей, по согласованию жителей. И так далее. Что площадка под собой подразумевается? Первое, это водонепроницаемая основа. Какая она будет? Ну, кто-то может быть бетон, кто-то может быть плиты положить и так далее. А ограждение, она может быть тоже сечется, может быть, иметь, ну, профиль или... Ну, кому как будет удобно. Вот я поэтому и говорю, что контейнер-площадку желательно, конечно, сделать так, чтобы она на всей территории области была примерно похожа или одинаковая. Иначе у нас... Ну, это нереально, но... Ну, там... Ну, я потом еще остановлюсь на другом моменте. Подъездная дорога, это основное требование. Почему? Потому что мусоровозы имеют, сами по себе имеют массу, там, где-то около 8-7 тонн, да плюсом еще столько же нагружает, 14-15 тонн машина просто так ездить, где попало, она не может. Следующая проблема, это тоже, когда размещается контейнерная площадка, надо смотреть не только на дорогу, а вообще, сможет ли проехать мусоровоз, потому что он имеет габариты. И, к тому же, он не только перекрывает дорогу, но еще ему нужно маневр для того, чтобы подъехать к контейнерной площадке. Подъехать, загрузиться, развернуться. Следующий момент, контейнерная площадка должна быть освещена, потому что у нас не 24 часа в сутки светлое время, особенно в зимнее время, когда лед и так далее, там, без освещения контейнерной площадке подъезжать крайне тяжело. Вот, в принципе, как бы, одни из основных моментов. Но еще нужно учитывать, что, я сейчас не знаю, мы мало об этом говорили, что контейнерная площадка представляет собой не только место, где устанавливаются контейнеры, но еще место, где устанавливаются бункера. Бункера. Один или два бункера, это положено обязательно иметь на Казахстане. Для того, чтобы туда КГМ складывать. Крупногабарит... Ну, ты... Аббревиатуры не говори, здесь не все профессионалы. Ну, по-моему, здесь все профессионалы. Это для крупногабаритного мусора. И вот, когда все это будет, так сказать, внесено в реестр, создано на территории... Понятно. Тогда уже можно и говорить о работе... Так, теперь, Сергей Викторович, у нас времени не так много, поэтому я тебе наводящих вопрос забитый. Задам первый. Какие требования к самим контейнерам? Контейнера должны быть... Ну, они есть разные, но одно требование... Я имею в виду разные по объему 075, 11, 08... Это не имеет принципиального значения, зависит это от того, сколько жители живут рядом. Но они должны иметь обязательно крышку для того, чтобы не распространялся... То есть, не выветривалось вот этот мусор, и чтобы птицы... Понятно, понятно. А вопрос такой, они должны быть целые? Или могут иметь механические повреждения, порванные стенки... Говорить о том, что это контейнеры будут с дыркой, но все равно, что говорить о том, что штаны можно носить, но они будут с дыркой... Ну... Нет, во-первых, давайте мы определим сразу, что это для людей, которые ходят и пользуются услугами... Понятно. То есть, не должно быть повреждений? Не только не должно быть, а это категорически не должно допускаться. Все-таки, контейнерная площадка должна иметь нормальный вид. Эстетичный вид. Так, Сергей Ильич, дальше вопрос такой. Все, что складируется, и мы это увидим на слайдах, за пределами контейнерной площадки, кто отвечает за этот мусор? Значит, вот смотрите, в соответствии с постановлением 11.56, там, пункт 13, региональный оператор несет ответственность только тогда, когда загружает контейнер. Естественно, при загрузке контейнера происходит просыпание. Вот это, то, что просыпалось, это должен убирать региональный оператор, и это прописано... Понятно. А то, что складируется рядом, вот мы сейчас увидим, вот эти вот навалы. Ну, я так думаю, что та организация, которая отвечает за создание контейнерной площадки. Контейнера должны обрабатываться. Ведь вот мы, когда ездили, все, кто был, вот из тех, кто был у нас, Юля, я, да, Ольга Владимировна, вот зловонный вот этот вот запах, вот потом, значит, вокруг гниющие пищевые отходы, под контейнерами не зная чего. Вот это, наверное, нам все-таки, я не буду требовать от Николая Владимировича какие-то жесткие ответы, но все-таки вот на это, вот как вот все-таки должно быть, не как делается, а как должно быть, он, наверное, скажет. Ну, я могу только сказать, что это тоже в соответствии, отвечать я могу только в соответствии с действующими нормативными документами. А там тоже все прописано. Контейнеры, как, кстати, еще хочу обратить внимание, не только контейнеры, но и мусоровозы должны раз в 10 дней обязательно проходить обработку. Как они должны обработку проходить, это уже прописано уже дополнительными документами, и наши коллеги с Роспотребнадзора прекрасно это знают. Ну, это Николая Владимирович, нам кратенько прям мы его пытать не будем, но кратенько скажешь. Но то, что там, кроме вони, это не самое даже страшное. Вонь, понятно дело, она разветрилась и все. Зато точно знаем, что коронавируса у нас нет, если мы его учим. Там еще, когда вот это не обрабатывается, вот эта вот поверхность, образуется масса организмов, которые потом, может быть, эти инферии. Болезнетворно, как-то. Но еще образуется, то есть этот запах для нас противен, а для крыс и мышей это, по-моему, как... Ну, вот у нас есть комиссия, которая занимается бездомными животными. Я им сказал, что один из способов ликвидации, ну, уменьшения поголовья этих бездомных животных, это снижение их кормовой базы. Надо мной громко смеялась вся комиссия, вот, что несанкционированные свалки и контейнерные площадки, где выбрасывают все, они не влияют на поголовье. Я ему говорю, что если животное будет голодное, то размножаться у него настроение не будет. Для этого можно комиссионно вывести на любую свалку и показать, кто там живет. В общем, короче говоря, вот сейчас Сергей Викторович рассказал, как должно быть. А теперь давайте обратим внимание на монитор и посмотрим, что мы видели. Значит, я сюда подойду, да? Вот это вот поселок Белый Ключ. Я уж не буду улицы называть. Вот это вот, где нефтеразведчика, вот это вот в углу, в непроезжаемой части, стоит два полуразбитых контейнера, дырявых, худых. К ним дорога замощенная нежелтым кирпичом, так что волшебника здесь ОЗ не будет. И как здесь машина будет чистить, здесь, ну, понятно, что никто не будет в это самое зимнее время. Вот смотрите, как это, нормально или ненормально. Вот здесь, эти же контейнеры, рядом стоит, это у нас второй региональный оператор, как он называется, Сергей Викторович? Это контракт плюс. Контракт плюс. Вот здесь вот стоят, вот видите, в каком состоянии контейнера у них. Вот ржавые, все дырявые, худые, крышки, естественно, там нигде нет. Рядом, значит, то ли узнали, что мы едем, то ли чего. Несанкционированная свалка, но это немножко к нашей теме не относится. Туда сбрасывают, вот в ковш, собирают, два мужика там собирали отходы всех классов опасности, которые были, и замазученные тару, все, ну, все, что было. То есть это не таково, а именно промо, ну, как сказать, промоотходы, да, Сергей Викторович? Вот. Все это дело сбрасывали, потом сгружали на борт машины, и на мой вопрос, а куда вы это повезете? Ну, конечно, на свалку. Вот вам и закон, вот вам. А там, кстати, артут-то, содержащий артутный хлам, бывает достаточно. Ну, я не стал там копаться, но то, что там подходы всех классов опасности, кроме первого, может быть, я не веду артутный хлам, вот точно. Дальше, поехали. Вот это крутой нера, а в каком они состоянии? Вот, вот, вот это дыры у них, вот это вот они стоят, пол, ну, есть тут какое-то твердое покрытие, загородки нету. Вот, ну, из них течет все. Вот это вот уже улица Садовая, один. Разбитая загородка, рядом, не знаю, чего творится с этой и с той стороны. Я считаю, что это не контейнерная площадка, а не санкционированная свалка. Вот, поехали дальше. Вот этот вот белый ключ, это на проезде. На основной дороге от Ленина, да, она у нас Ленина. Вот там, видимо, изыскали возможность поставить пять или шесть, там, вот таких пластиковых контейнеров. И то, вы посмотрите, что интересно. Это не только здесь, это у других товарищей есть. Видите, как крышка открыта. Чтобы ее закрыть, нельзя было. Но, видимо, это для того, чтобы не ломали их. Но, извините, если у вас контейнера с крышками, то зачем вам тогда нарушать требования? А вот это вот, вот это вот на улице Садовая, 67. Те же самые разбитые, не крашеные, дырявые контейнера. Я все прекрасно понимаю, что мусорный бизнес убыточный. Что денег у них нет, что они сводят концы с концами. Но, извините меня, если другие, региональный оператор, мы посмотрели, трех региональных операторов, имеет нормальные контейнера. Вот Поливна, например, это у нас первый региональный оператор. Имеет нормальные контейнера. Да, есть нарушения, есть сваленный мусор. Вот хороший пример. Это сетки для твердых, ну, этих, для пластика, да, для сортировки. То, извините, а почему один оператор у нас выделяется из всего сообщества? И, ладно, я говорю, ну, бог с ними, ну, бедные вы нищие. Ну, краски купите, покрасьте, сварщик у вас есть, заварите. Крышку какую-нибудь элементарную положите. Они этого делать не хотят. Я вот считаю, что Министерство Жилищного Коммунального Хозяйства прямо обязано в соглашении сделать еще одно китайское предупреждение. Там пять положено. В течение года пять. А? В течение года пять. Должно сделать, а потом проверим, если не исправится, еще раз сделают. Вот, значит, уютно. Это где у нас какой? Уютно. Уютно. Нет, я понимаю. Это северная часть города. Северная часть города. Потому что я, это, могу что-то забыть. Вот. Контейнера нормальные, крышки тоже вбок закрыты. Рядом свалка. Поехали дальше. Вот это Подгорная Каменька. Там стоят контейнера на газоне. Без... Они чистенькие, они аккуратненькие. Но они стоят на газоне. Можно это считать? Сергей Викторович, можно это считать контейнерной площадкой? Ну, конечно, нет. Потому что здесь, кроме контейнеров, больше ничего нет. Вот здесь имеется какая-то плита стоит. И то он стоит не на плите, а сдвинут. Вперед. Вот это вот у нас... Это у нас... Это у нас Рыбацкий. Вот ничего не хочу сказать. Вот хочу Ольгу Владимировну похвалить. Не потому что я подхалим перед ней. А потому что действительно на их территории, ну, более-менее нормально. Но, опять же, территориальную схему надо корректировать. Даже у региональных операторов, Ольга, наверное, Владимировна скажет свое слово, не всегда количество контейнеров и контейнерных площадок соответствует потребностям и жителей, и нормальной работы. Поехали дальше. Ну, это тоже поселок Ленинский. Вот это опять Плодовый. Ну, вообще, Плодовый меня убил с волкой на территории школы. Правда, они там отписались нашему представителю в Москве, что это временное явление, что там ремонт шоу. Ну, это был, извините, уже конец сентября. Ну, вот что там творится. Вот, вот, вот. Это вот Чикан-Тиньер. Это город Ульяновск. Это Плодовый. Это территория Контакта. Вот так Боротаевка. Боротаевки, значит, по Боротаевке. Вот мы едем по центральной улице, да, и там на расстоянии где-то метров 50, наверное, ребят, давайте это, а потом все выскажемся. То есть метров через 50 стоят контейнеры Боротаевки по одному контейнеру. Чисто, аккуратно, на площадке. Ну, Луговой опять. Вот что в Луговом меня поразило. Я там был первый раз, когда вот там была огромная токсичная свалка. И вот второй раз я приехал туда вот с группой нашей. Огромное образование, да, как оно называется, огромный поселок. На всем поселке по территориальной схеме 7 контейнерных площадок. Из них мы нашли только 3. 3, по-моему, да? Мы нашли только 3. Остальные 4 контейнерных площадки мы просто не смогли отыскать. То ли они есть где-то хорошо спрятаны, то ли их нет, то ли там, значит, бестарный вызов, вывоз, но ничего не понятно. Там стоят шикарные коттеджи, все вы, наверное, знаете. Ну, куда они мусор девать? Я думаю, что в какой-нибудь ближайший обрак. Скорее всего. Ну, поехали дальше. Это вот у нас Луговое. Ну, в принципе, они все похожи. Вот. Значит, это идеал, который мы увидели. Это у нас Грин Парк, Заболжье. Грин Парк. Вот это вот. Ну, вот если мы хотя бы половину таких, хотя бы, прямо в населенных пунктах организуем, это, наверное, будет за счастье. Вот, смотрите. Вот крышку открывается педаль, туда бросается мусор, открывается дверка спереди, выкатывается контейнер и увозится. Дмитрий Михайлович, а вот рассчитать бы финансовую стоимость вот этой контейнерной платформе? Ну, это нам, наверное, Ольга Владимировна что-нибудь скажет. Нет, это не наше, это управляющая компания. Это управляющая компания сделала, ну... Везумительная. Ну, вообще, классно. Есть еще дальше? Все, да? Ну, вот, в принципе, что мы видели. Что я вам хочу сказать? Замечания? Замечания есть? Да, для любого, для живой застройки. Сейчас, сейчас, знаете, только. Замечания есть ко всем. Складчины. Кроме вот этой вот последней площадки, замечания есть ко всем. 45 тысяч рублей. Вот одна площадка такая, да? Да, вот. На два контейнера. Ну, вот, когда я выяснял, сколько нам нужно денег по Ульяновской области для создания нормальных контейнеров площадок, мне наш исполняющий обязанности министр сказал, что порядка 150 миллионов. Это не Ульяновск, это по всей области. Поэтому я так понимаю, наверное, Ирина Сергеевна со мной согласится, что обращение с твердыми коммунальными отходами является такой же коммунальной услугой, как и водоснабжение, как и канализация, как и все остальное. Поэтому, если в этом году миллиард с хвостиком дается на все остальное, то, извините меня, выделить, например, 10 миллионов на создание хотя бы части контейнерных площадок. Мы так посчитали, что за пять лет нужно по 30 миллионов, чтобы за пять лет оснастить всю Ульяновскую область контейнера. Вот это главное, что надо вот эту реформу не одним днем разбить так, как она и должна развиваться. Ну, это опять же наша любимая дорожная карта и так далее. За два дня решения. Вот что я хотел еще спросить вот в окончании нашей теоретической части, Николай Владимирович, все-таки ваше отношение к тому, что вокруг... Вот вы санврач, вы знаете прекрасно все эти заболевания, все эти... Вот что может образоваться, если мы не будем убирать нормальные контейнерные площадки, если там будут пищевые отходы, если там будут крысы размножаться, жить, если все это будет гнить. Вот что, как это может повлиять на жизнь и здоровье людей? Ну, конечно, может повлиять. И не обязательно непосредственного контакта. Вот кто-то там играет, дети играют прям на самой площадке. Не обязательно, потому что загрязнение почвы идет, мы говорим об этом, да? Вот этими не только гниющие продукты, питание, там же, вы говорили, непонятно, и рту там может быть, да? Ну, естественно. И, возможно, химические какие-то там краски, лаки и так далее, да? Все это атмосферное, воздух вот так же будет загрязняться, экология будет нарушена. То есть, вот вы скажите... Мне честь, что контейнерные площадки у нас, как мы говорим обычно, непосредственно близости, а если нормативнее, менее 20 метров, непосредственно близости от жилого дома. Ну, то есть, там, где мы живем 20 лет, что это такое? Это вот рядышком. Это вот рядышком. А я вот, знаете, что хотел сказать? Вот, прежде чем как прийти на это совещание, я с коллегами, значит, проконсультировался, я говорю, дайте мне какую-то информацию, вот тема такая, последние пару лет. Вот такая маленькая информация. Я посмотрел буквально пару обращений. Пару обращений управлением Роспотребнадзора рассмотрено. То есть, жалобу? Жалобу, жалобу. Посмотрел то, что Илья Михайлович мне сейчас показали. Кто тут, знаете, план, так, целая работа для и не только Роспотребнадзора, и муниципалитету, и всем контролирующим органам. То есть, я догадывался, что такая картина, пригородной зоне, мы говорим? Это только пригородной зоне, мы никуда дальше не говорим. Я догадывался, когда я вот у нас... Вот давайте один пример приведу, нормальный, классический пример. Обращение декабря 2019 года, скоро будет год, части ненадлежащего оборудования контейнерной площадки на улице Пензенской, селе Ларишишка. Илья Михайлович, Ларишишка, Пензенская. Части ненадлежащего оборудования контейнерной площадки напротив участка номер 66. Значит, в отношении администрации города Ульянска Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении по статье 6.4 решением суда Ленинского района города Ульянска на администрацию города Ульянска назначено в корзаве в виде административной штрафа в размере 10 тысяч рублей за небольшое нарушение. А вот скажите, нарушение-то ликвидировано, исправлено или нет? На сегодня я спросил, говорят, да, ликвидировано. Вот, я считываю, что их мало у меня, по-двоючек, и говорят, что там какую-то плиту положили, профили мы забираем. Вот такая у меня информация. Лично я ее не проверял. Но то, что мы сегодня видим картину, плащевная картина некоторых населенных пунктов, конечно, мы и хорошие показали. Вот, ну, наверное, действительно надо тогда... Николай Владимирович, вот вопрос-то надо тогда... Я просто не знаю специфики работы Роспотребнадзора, наверное, и как оказался. Вот если я когда-то был госинспектором и курировал, например, автозаправочные станции, то я на них ездил без всяких жалоб. Просто у меня был план работы, я их объезжал, я их проверял, я писал предписание, потом проверял. А вы только по жалобам выезжаете, да? Лев Михайлович, да-да-да, Лев Михайлович, вы же знаете, я тоже давно работаю, я тоже видел разное, я тоже начинал... Нет, я просто спрашиваю, я без... Да-да, раньше тоже так же приезжали, удостоверение показал саму медицинскую станцию, посмотрел, проверил. Сейчас порядок другого. Я знаю, то есть прокуратура, согласование... Все нормально, цивильный, подход. То есть, то есть, вот, соответственно, с этими санитарными правилами, вы, Сергей Викторович, очень грамотно все рассказали, но, как всегда, значит, обращение к нам оформили, пожалуйста, мы выйдем, осмотр проведет, сфотографируем, пригласим от друга. Михаил Валерьевич, а если вот по итогам нашего рейда мы вам от общественной палаты передадим наше обращение, напишем, вы на него будете реагировать, или вы только на жителей? Мы будем на все, на все мы реагируем. Валерь, Глеб Михайлович, но было бы грамотно. Мы же все жалобы рассматривали в соответствии с 59-м федеральным законом. И мы, в любом случае, нам будет юридически правильно, если к вашему обращению будет приложена само жалоба. Само жалоба... Нет, жалобу мы не напишем. Как раз общественной палаты напишут вам жалобы. Нет, не надо так провокационно говорить. 59-й федеральный закон. Я говорю о жалобе жителей этого дома, этого микрорайона. Мы приложили своим сопроводителям письмо к нам, направили. Значит, мы обязуем каждого члена палаты. 50-й федеральный закон. Юристы есть здесь? Юристы есть? А, значит, посмотрите, пожалуйста, там четко прописано, должна быть приложена сама жалоба. Вот, сама жалоба. Вот, Ле Пикас, вы там, я, Левитас, такой-то, присылаю вам, ко мне звонят и так далее. Извините, приложите, пожалуйста, жалобу. Если вы пришлете одну бумагу, я к вам позвоню или запрос направлю. Будьте добры, соответственно, 59-м федеральным закон, пункт такой-то, статья-дакая-то, приложите нам жалобы или до направьте нам жалобы. В общем, вы крутились. Нет, это нормально, это хорошо. Дмитрий Михайлович, 59-й закон, ну, у нас в Министерстве природы и у наших коллег там особенно... Я вам скажу другое, подождите, я вам скажу другое, если это не будет сделано, нам та же администрация города отвоюет быстро, а не там юристы, знаете, как говорят, это не наше дело. Вот где, вот я вам пример привел, здесь было все хорошо. Все хорошо, плане законодательства, ничего не нарушено. То есть, если люди не жалуются, значит, все устраивает. Значит, их все устраивает. Знаешь, людям все устраивает. Вот, вот, я почему говорю, я шел сюда и думаю, ну, что же такое, две жалобы за два года. У нас нету больше. А вот увидел, правильно. Ну, хорошо, давайте так, мы подумаем с нашим юристом, общественный палат, как... Может, другой подход какой-то, по-чего нею. Давайте мы с юристом подумаем, ну, потом тогда посоветовавшись мне. Вот, я хотел бы, как практикующий региональный оператор Ольга Владимировна, она расскажет немножко о положительном опыте работы. Ну, отрицательный опыт работы мы видели, это контракт плюс, это кошмар, я не знаю. Если к ним санкции не применят, придется нам все это прокуратура все вот эти снашенные работы. У них все-таки нормально, у первого оператора и у третьего оператора более-менее нормально. Есть замечательные? Где они лежат, где оператор, где жильцы, там... Ольга, расскажи, пожалуйста, как вот вы работаете. Николай Вадимович, вас слушали все внимательно. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы провели, как Олег Михайлович сказал, несколько выездов на контейнерной площадке по городу и по пригородной зоне. Ситуация схожая во всех направлениях. Трудности и задачи у всех примерно одинаковые. Естественно, существуют места, на которых расставлены контейнеры. Состояние контейнеров разное. Но площадки, на которых они находятся, или это место, а не площадка, на которой они находятся, естественно, площадкой назвать нельзя. Мы знаем, что и город, и область выделяют средства для обустройства контейнерных площадок. Некоторые муниципалитеты шикарно отработали в этом направлении. Например, вот у нас в Чердаклинском районе строится значительное количество площадок. В этом году мы прям в большом количестве увидели их. и это положительный, прекрасный опыт, который надо внедрять дальше. При этом они еще и на разное количество контейнеров их устраивают, плюс минимизировали затраты, то есть стараются как-то охватить больше мест. Но это, к сожалению, не везде так, и, конечно, финансирования не хватает. К нам очень много поступает обращений по поводу размещения контейнерных площадок, по поводу их состояния. Конечно, жители, они неравнодушны и очень много внимания уделяют чистоте, санитарии и так далее. Но не всегда это ответственность рекоператора. То есть, естественно, люди не совсем владеют законами, и они понимают, они думают, что все, что находится, все, что связано так или иначе косвенно с отходами, это все в виде рекоператора. Однако это не так. И, например, к нам поступает обращение также и от органов власти о том, что переместите контейнеры, поставьте туда контейнеры, уберите контейнеры. Мы своевольничать, скажем так, не можем. То есть, нам нужен документ, нам нужно, чтобы площадка была устроена по всем правилам, бетонное основание, ограждение, чтобы площадка была включена в реестр, чтобы были определены собственники отходов, которые имеют право пользоваться этой площадкой. потому что, например, мы также сталкиваемся с практикой, когда нам говорят, ребята, реквидируйте площадку. Говорим, мы очень быстро это можем сделать, однако вот те жители, те юридические лица, которые закреплены за этой площадкой, закрепите их тогда на другим местом или перенаправьте потоки туда, то есть там нужно, значит, увеличить количество тары. Это не всегда происходит оперативно, но мы все-таки в диалоге, мы работаем, как бы сейчас в взаимопонимании между нами, между подразделениями, контролирующими, там с управлением ЖКХ, все как бы у нас понимание уже есть. Есть, естественно, трудности по площадкам, они у всех такие, то есть очень много по городу расставлено бункеров для сбора крупногабаритного мусора, при этом у нас в городе вообще не определенные места для сбора крупногабарита. Как правило, они складируются, такие отходы просто хаотично, если это многоквартирные дома, это они складируются на площадках рядом с мусорокамерами, то есть они захламляют территорию подъездов, можно сказать, что это подъезд. Вот, если это многоквартирные дома, которые небольшие, малоэтажные застройки, там есть контейнерные площадки, то такие отходы складируются либо рядом с площадкой, или где-то рядом с домом, в зоне доступа. Но, однако, это совершенно неэстетично, это антисанитарей, которые мы вот наблюдали на фотографиях. Для этого, для того, чтобы это устранить, ликвидировать, необходимо, во-первых, определить четко места для складирования крупногабаритного мусора, и также эти площадки устроить. А у нас в тех схеме этого нет? Нет, этого нет. То есть определены места для сбора, контейнерного сбора, а крупногабаритного не было, то есть в конце 19-го года это не было сделано. Так вот, нужно определить такие места, устроить такие площадки, но в многоквартирных домах это сделать на сегодняшний день невозможно. То есть можно лишь, я не знаю, отвоевать у детей песочницу и устроить там площадку, но, естественно, на это никто не пойдет. То есть вот и в будущем, когда идет застройка жилых кварталов, необходимо предусматривать такие места. Даже вот эти площадки, которые мы увидели, к чему мы будем стремиться, они, да, вот этот шикарный бункер для контейнеров, однако для крупногабарит тоже не предусмотрено. Мы понимаем, что сейчас там новая застройка у всех ремонт, мы там бункерами вывозим строительные отходы, однако в процессе все равно жизнедеятельности будет меняться мебель, отделка и так далее. То есть такие отходы будут возникать. Опять же, не предусмотрено. Вот. Что касается оборудования, контейнерные площадки, контейнерами, мы понимаем, что очень часто бытует мнение, что это исключительно введение рекоператора. Однако закон нам говорит о том, что контейнер может приобретаться как рекоператором, так и юридическим лицом, физическим лицом, управляющей компанией. Вот. То есть определенный круг лиц, которые также ответственны за это. Что касается крышек, крышки, да, они закрываются, когда выставляются контейнеры после опорожнения их, после мусоровоза. Однако жители не всегда, лично я их понимаю, то есть прикасаться к крышке это не всегда эстетично, приятно и так далее. Не каждый имеет салфетку, вот. Мы, но контейнер с педалью, они, во-первых, очень дороги, во-вторых, их под заказ не всегда охотно делают. Ну, альтернатива, крышке? Как альтернатива, да, то есть это все упирается опять же в обустройство контейнерных площадок, то есть все равно необходимо закладывать эти средства в бюджет муниципальных образований и в достаточном количестве, потому что естественно там 5-10 площадок нас не спасут, по городу это очень большая проблема. Наверное, это основные моменты, если вдруг какие-то вопросы возникают, я отвечу. Так, кто еще? два вопроса. Первый вопрос, ну, скажем, 10-этажный дом, 75-й серии, где я как свой, у меня площадки нет, я там мусоропровод. для мусоропровод. А где вы отказываете, как говорят? Про крупный, кто у нас вывозит крупногабаритный мусор? Крупногабаритный мусор вывозит региональный оператор. Это часть, нет, управляющий, это региональный оператор. Крупногабаритный мусор это часть твердых коммунальных отходов. Из двух и трех, там на пять почитать. Хорошо. Либо региональный оператор, либо управляющий компаний. Нет, только региональный оператор. Только региональный Да, это твердые коммунальные отходы, это везде рекоператор. Хорошо. Вы сказали о том, что вот некуда их складывать, скопление создает что? Эстетически некрасиво, 30-е, 10-е. Я, простой пример, вот, я живу на Ефремово, за Синьяк, другие дома, и так далее. Я смотрю, крупногабаритный, чуть ли не каждый день вывозят, но не каждый, через день, наверное. Вывозят или выносят? Вывозят! Через день вывозят. Я не вижу такого большого скопления. Я не вижу большого скопления. Да и проблемы там буду никак не решить. Площадку там посреди двора не сделаешь. Ну, я и сказала об этом, что площадку трудно не троится. Вот, Сергей Викторович, мне тут, пока вы говорили, подчеркивают санитарных правил количество мусоросборников на контейнерах. Площадка должно быть не более 10 контейнеров для накопления такого, в том числе для разделения накопления такого коммунальных отходов, и двух бункеров для накопления крупногабаритных отходов. То есть, санитарные правила у нас все это заложили. Так? Вы говорите о том, что на практике их нет. Правильно? Нет, они не всегда действуют в полной мере. Не всегда есть. То есть, значит, для этих бункеров у нас площадок так-таковых на практике. Они чаще всего стоят просто на земле. То есть, Лея Михайлович, нам надо какое-то решение резолюции. У вас будет. Вот это, наверное, надо, раз в санитарных правилах это прописано, вот, давайте ссылкой на санитарные правила, давайте попытаемся, значит, везде, чтобы это было прибыльно. Хорошо, мы вам как раз и напишем, пришлю вам решение нашей комиссии. Вам, не вам, это нам всем. Нет, вот вам, как законодательство санитарных норм. Вы же контролируете санитарные нормы. Никто, кроме вас, их не может контролировать. Это ваш пролегатив. Давайте пропишем. Давайте, давайте обязательно. у нас представители управляющих компаний, фут, управляющих, операторы, 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 говорит о том, что не везде сталкиваются за Волгой, да, в основном вы имеете? Ну, у них Заволжская. Ну, у нас зона Заволжская, но задачи трудно занять. Хотя мы сейчас говорим про пригородную зону, но и... Не важно, мы пройдем везде. Все, спасибо. В городе. Спасибо. Ирина Сергеевна, что-нибудь скажете? Ну, единственное, вот уже все сказали, я подытожу, то есть, основные проблемы... Подытожит у нас Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович. Ну... Вот, то есть, это основные проблемы. У нас представители тоже участвовали в этих объездах. Вот, это то, что контейнерные площадки в большинстве не оборудены ограждением, то есть, мы сейчас видели, отсутствует твердое покрытие под контейнерами, отсутствует крышка или навеса над контейнерами, контейнеры повреждены. Рядом с контейнерами, площадками, как правило, образованы свалки растительных отходов. То есть, это так вот, типовые замечания. Подъездные пути для автотранспорта контейнерным площадкам не всегда доступны. Вот, когда вот эти объезды были завершены, то есть, мы, отелье министерства, направили письма это вот в муниципалитетный город Ульяновск, в управление Федеральной службы надзора в связи с защитой права потребителя и благополучия человека. Ну, вот, и региональным операторам, для того, чтобы были приняты меры в соответствии с имеющимися полномочиями. По поводу того, то, что вот, было сказано, многие площадки и контейнера установлены не так, как они у нас предусмотрены территориальной схемой. То есть, территориальная схема это живой инструмент, который у нас будет корректировать. То есть, ближе к концу года мы будем собирать информацию для того, чтобы провести корректировку территориальной схемы. Какое чувство? Ну, по крайней мере, в части реестра. Это будет точно. Потому что это больная тема и у нас очень много обращений жителей, которых именно не устраивает положение контейнерных площадок и контейнеров. То есть, ну, у нас тоже очень много обращений поступает к такому совершению. Пока так. Вот. то пока на наше обращение, вот, которое мы написали, только нам ответы были признаны. Ни из Роспотребнадзора, ни из отряда операторов пока нет. Но сроки не влачут. То есть, у них еще есть сроки для усмотрения. Подождем. Дмитрий Александрович, что-нибудь хотите сказать? Хочу и очень хочу. Пожалуйста, пожалуйста. Хотел вам подарок. Да. Спасибо. Что касается проблемы состояния контейнеровых площадок, самих контейнеров, вообще сфера врачей нестыкового, мэрию в городе Ульянск точно так же ситуацию не устраивает, как всех здесь собравшихся, всех присутствующих. Мы понимаем, что та реформа, которая принята и которая по большому счету произошла, может быть, до конца в сознании она не произошла. Она требует нового подхода и она требует вложения финансовых средств. Действительно, требования по состоянию площадки, по ее содержанию, они сегодня относятся к полномочиям муниципалитета. К сожалению, когда эта реформа принималась, никто не подумал о том, что у муниципалитета появляется дополнительная полномочия, дополнительное расходное обязательство, а согласно бюджетному кодексу у нас каждое новое расходное обязательство должно под собой иметь источник его реализации. К сожалению, муниципалитет полномочиями наделили, а дополнительный источник для обеспечения этого полномочия никто не предусмотрел. Действительно, ситуация непростая, мы понимаем всю проблему, мириться с той ситуацией, которая сейчас есть, уже нельзя, абсолютно нельзя, поэтому сейчас идет формирование бюджета на следующий год, как регионального, так и муниципального, поэтому мы для себя поставили задачу по изменению, кардинальным изменениям ситуации в данной сфере. первое, площадки у нас сегодня по большому счету имеют трех пользователей или там три структуры, которые так или иначе влияют на санитарное состояние. Первое, муниципалитет обязан содержать и обязан очищать. Средств не предусмотрено, поэтому полномочия полностью, можно сказать, не реализуются или реализуются от случая к случаю, там, или период месячника благоустройства или в период изыскания какого-то дополнительного финансирования, но оно незначительное, поэтому ставим здесь минус. Второе, региональный оператор. Региональный оператор при вывозе соответствующих отходов обязан все то, что при погрузке вывозенности из контейнеров за собой убрать. Зачастую этого, к сожалению, не происходит, это все дополнительно приводит к тому, что у нас образуются так называемые остатки коммунальных отходов на площадках соответственно. Третья часть это жители, которые, к сожалению, у нас не только коммунальные отходы приносят на эти площадки, но мы видим и растительность, которая произрастает на огородах, и ботву, и остатки порубочные от деревьев, листву, тоже складируется все это вблизи площадок. Понятно, что это тоже не совсем правильно, не совсем с точки зрения законодательства, поэтому сегодня у нас три элемента, которые влияют на состояние площадок. Мы хотим и мы намерены это сделать, значит, чтобы у нас все-таки за состоянием площадки отвечал один, одна структура, это региональный оператор. Что мы предполагаем? Поскольку обязанность по содержанию площадок ТКО возложена на муниципалитет, мы со следующего года предполагаем заложить в муниципальный бюджет средства на обслуживание площадки. На строительство или обслуживание? На обслуживание, на эксплуатацию, на содержание. Да, совершенно верно. Необходимо выполнять регламентные работы по очистке, в том числе по санитарной очистке, с дезинфицирующими средствами площадок. Поэтому мы намерены на следующий год заложить 29 миллионов рублей в муниципальный бюджет на именно такую очистку, эксплуатацию площадок. В нашем понимании, что эти деньги мы должны направить региональным операторам, чтобы один единый участник рыбка полностью содержал. Тогда не будет вот этого конфликта. Когда из контейнера при погрузке мусора вывалился, вот здесь сразу региональный оператор заявляет, это не наша вина, это там здесь так и было, это муниципалитет должен содержать. нет, мы говорим, пожалуйста, региональный оператор получил деньги из муниципалитета за содержание площадки, получил деньги от собственников жилья на вывоз, футилизацию, поэтому здесь появляется у нас единый замкнутый цикл. Значит, с двумя операторами региональными, мы это уже проговорили, в принципе, наши позиции поддерживаются, вот третий региональный оператор, не третий по номеру, а третий участников в городе. Пока, пока, что называется, к общей точке мы не подошли зрения, но я думаю, что в ближайшем месяце здесь контракт плюс, поэтому мы здесь думаем, что в течение месяца мы все-таки к компромиссу придем. Это вот первая часть, еще раз, 29 миллионов мы планируем предусмотреть в бюджете муниципалитета на своевременную очистку и содержание в надлежащем состоянии площадок. Теперь, что касается состояния самих площадок. В целом, согласно реестру, согласно схеме, у нас в городе 1934 контейнерные площадки. Мы провели ревизию и вот из этого количество 937 площадок находятся на территории жилой зоны и правильно абсолютно отметили, к сожалению, чудес, наверное, не бывает. Вот все одномоментные контейнерные площадки привести в надлежащее состояние, на наш взгляд, очень затруднительно, поэтому мы предполагаем за три года в рамках программы обновить, заменить, реконструировать все контейнерные площадки. На следующий год мы себе ставим задачу 600 площадок по городу Ульяновску привести, скажем так, в эстетичное, удовлетворяющее всем требованиям состояние, при этом мы исходим из того, что все площадки должны быть крытыми. Мы видим, что региональный оператор не всегда адекватно работает с контейнером, даже если есть крышки, вот, в очевидении, мы получили подтверждение, что они не закрываются, а требования однозначно, что осадки не должны попадать в контейнер, поэтому мы приняли решение, что все контейнерные площадки у нас будут крытыми. Уж есть там крышки на контейнерах? Нет, это второй вопрос. Сегодня мы определяем с типом площадок. Вот здесь я принес это те типы, которые мы предполагаем использовать, как раз в том числе и вот ту, которую вы похвалили, вам понравилось, понравилось. Ну, в целом, в среднем стоимость одной площадки составляет от 50 до 300 тысяч рублей. 300 тысяч? До 300. Да, это вот вариант железобетонного исполнения, значит, вариант вот такой в кирпичном исполнении. Мы все-таки предполагаем вот такие решетчатые площадки использовать. Для чего? Потому что можно посадить дикий виноград, можно посадить какие-то вьющиеся растения, да, и у нас контейнерная площадка превратится в настоящий зеленый уголок и будет просто-напросто радовать глаз. Опять же, в любом случае мы не избежим никогда запахов. Различные отходы жизнедеятельности у нас складируются на этих площадках, поэтому вот считаем, что зеленая изгородь, она наиболее будет удовлетворять эстетическим требованиям. Минимум 60 миллионов рублей мы должны направить в следующем году на обустройство 600 площадок, и так каждый год по 600 площадок, таким образом за три года полностью должны навести здесь порядок. Сегодня было совещание у нас по благоустройству города с участием губернатора, что называть, с языка буквально сняли, мы как раз этот вопрос обсуждали, понимаем, что для муниципалитета самостоятельно это очень сложно будет сделать, реализовать такую программу, поэтому мы обратились к правительству, обратились к губернатору по поддержке со стороны региона вот в такой проводимой работе. Губернатор поддержал, дал неделю в Министерстве финансов, в Министерстве энергетики ЖКХ для того, чтобы совместно с городом вот такую программу поддержать и финансово обеспечить ее реализацию. Поэтому вот два таких направления муниципалитет сегодня действительно очень серьезно озабочен проблемой, мы планируем реализовать в следующем году и соответственно будем обращаться к вам в том числе для того, чтобы соответствующие переговоры, соответствующие встречи были проведены с депутатским корпусом, когда муниципалитет, когда регион будет вносить на рассмотрение законодательное собрание, в городскую дому, наш бюджет с просьбой в реализацию вот именно такой программы. У меня все. Общественная палата обладает законодательной инициативой, поэтому пожалуйста пользуйтесь этим. Это первое. Второе. Надзорно-контрольный орган, я понимаю прекрасно, что это не те времена, когда мы работали, когда мы шли туда, где мы считали нужным, поэтому используйте общественный контроль. общественная палата это орган общественного контроля и материал общественного контроля, я думаю, чаще всего не намного хуже, чем материал государственного контроля. То есть у нас тут работают одни профессионалы своего дела, поэтому пожалуйста, можете привлекать, если вам нужно, если вы куда-то не можете зайти, но вы чувствуете, что там надо провести проверку, там надо язву какую-то вскрыть, пожалуйста, обращайтесь, мы съездим, нам не надо согласования прокуратуры для того, чтобы посетить какое-то место. Пожалуйста, Николай Владимирович, ждем от вас совместной работы, ждем от вас сотрудничества, чтобы мы вам помогали, потому что мы делаем одно общее дело для людей. Дмитрий Александрович, меня сегодня крайне порадовал темой выделения средств на приведение в порядок контейнерных площадок и вообще системы, это ведь один из элементов системы, мы же начали рассматривать систему, вот система состоит из чего-то, из первичного объекта, первичного накопления, до угла, складива, потом идет транспортная структура, потом идет полигон, сортировка, чаще всего на полигоне сортировку устраивает, поэтому я их объединил, если не считать как у первого оператора, поэтому всю систему мы должны в этом году посмотреть, проверить и так далее, и тому подобное, поэтому всех заинтересованных, кому интересно, кто душой болеет за то, чтобы наш город стал лучшим городом на всей планете, а я прожил в этом городе 66 лет, и я очень переживаю за торн, я помню, какой он был в 70-е годы, но сравнивать нельзя, мы были Ленинским городом, сейчас тренд немножко ушел, поэтому все, кто хочет участвовать в наших проверках, пожалуйста, мы вас как специалистов, как профессионалов зовем и призываем, поэтому я так думаю, Юль, мы напишем, да, по итогам, всем разошлем, всем большое спасибо, еще у нас один маленький вопрос, минут на пять, значит, у нас около Березовой Рощи в Ленинском районе есть вот такой вот клин умирающих деревьев, мертвый, как я его зову, мертвый лес, вот, вот у нас Татьяна Анатольевна, она специалист по лесу, мы ее попросили выехать туда и посмотреть, что это такое, потому что много вопросов уже было, и в прессе это везде было, поэтому вот мы наверное сейчас спасибо здравствуйте еще раз вот не поднятием на этой неделе Славович Славовный мы посещали данный объект, да, данный объект находится на территории за городом и рядом не домом отдыха и бар отдыха нет, это город Татьяна Анатольевна, это Ленинский район, это город, чертогорд, извиняюсь, следует итак, итак, непосредственно рядом с забором, территория, которая относится к рекреационной территории, здесь непосредственно находилась вот правильно, да, в форме треугольника локально расположен объект не то что на первый взгляд некрасиво, неэстетично выглядящий, даже ужасающий деревья стояли абсолютно без коры и абсолютно сухого состояния. Наша задача была определить какого происхождения вот та ситуация это был сосновый древостой, сосновый древостой в возрасте третьего класса возраста где-то около 60 лет и вот на момент нашего обследования обнаружили, что да, они были совершенно в мертвом состоянии, то есть это был сухостой. Причина, какова причина? Предполагалось, что это какой-то антропогенный фактор, выбросы и так далее. На сегодняшний момент со стопроцентной уверенностью убеждаю, что только биологического происхождения. Во-первых, это болезнь сосны обыкновенной, которая очень часто распространяется в инцидуле Ульяновской области и повторный вредитель это непосредственно когда ослабевает от болезни насаждение, повторное это нападение уже насекомых вредителей. Были обнаружены объекты жизнедеятельности и сами объекты вредители. Подтверждаем, что да, только биологическое происхождение. Кроме нас такое подтверждение имеет Центр защиты это лес Ульяновской области энергетика 2, который расположен. Они также проводили исследования и доказали, что только биологическое происхождение такая ситуация. К сожалению, это не один объект, который находится в территории Ульяновской области сосновой и древостоей. В частности, очень страдают от такого заболевания. Это подтверждено уже и до нас и до сегодняшнего момента. Можно я добавлю? Я как раз перед нашей встречей переговорилась с Чуроком Борисом Петровичем, это наш профессор Ульяновского государственного университета, специалист по архивопатологии деревьев. И вот он как раз тоже прокомментировал эту ситуацию, говорит, что, скорее всего, это лесная губка, краневая губка, которая повреждает в основном сосновые деревья. И вот по его данным на территории нашей Ульяновской области такой патологии повреждено более тысячи гектар деревьев. И единственное, что сейчас можно предложить, вот как ситуацию можно изменить. Во-первых, я хочу добавить, что лес не мёртвый. Там очень буйная растительность, и там лиственные растения растут, и весь низ застелен ежевикой, травой и так далее. То есть он не мёртвый. Там мёртвые только сосны. Всё. Все остальные виды растительности Мы говорим мёртвый лес, а лес – это сосны. Нет. Лес – это вся растительность, это вся лесная экосистема. А там, в данном случае, стоят только сосновые деревья. Так вот, если говорить про повреждения корневой губкой, то в основном повреждаются только сосновые деревья. Лиственные растут себе нормально, и они более устойчивы к этой патологии. Единственное, что можно предложить на этом месте, это вырубка сухих деревьев и выкорчёвывание и высаживание на этом месте лиственных деревьев. И тогда, соответственно, на протяжении определенного периода времени корневая губка исчезнет, и уже лес сам сбалансирует вот эту... Пациент Анатольевна, можно вопрос? А вот он не является рассадником этих заболеваний на другие деревья? Если дальше там тоже же хвойные деревья, а он не может... Хвойные пойдет. То есть надо принимать меры как можно быстрее. Надо их сносить, корчевать, а уже как использовать эту землю, пусть хозяева земляну участка решат. То ли они турбазу сделают, то ли они посадят лиственные деревья. Необходимо в план 21-й год на лес хозяйственные мероприятия значит санитарные руки. Санитарные руки. Сплошные санитарные вы можете все это мне написать на почту скинуться и мы тогда городу вернее министерству это все пропишем в лесхозу а уж город с ними сам свяжется. Хорошо? Так, ну что дорогие мои товарищи считаю что первое заседание нашей комиссии палаты 7-го созыва прошло достаточно продуктивно и интересно поэтому большое вам огромное спасибо за то что вы нашли время пришли дальше будем работать будем работать дальше спасибо большое спасибо